Всем добрый день! Сегодня будем готовить батон домашнего приготовления. Для этого нам понадобится опара. Опара уже поднялась. Я напишу под видео описание, как её надо приготовить. Жидкость 300 грамм. Я мерю в граммах. 150 грамм воды и 150 грамм молока. Всё тёплое. Добавляем щепотку соли. Буквально, если чайной ложки, то пол чайной ложки. Добавляем немного муки, так как дрожжи не должны соприкасаться с солью. Добавляем опару дрожжевую. Ещё немного муки. Добавляем растопленное сливочное масло. Всё перемешиваем. Тесто должно быть очень мягким на ощупь. Но если оно будет прилипать к рукам, лучше, конечно, смазать руки растительным маслом. И помять тесто, не добавляя муки. Так как чем будет мягче тесто, тем будет тушнее и воздушнее батон. Уходит около 480-500 грамм муки. Это будет зависеть от вашей муки. Поэтому постепенно добавляйте. Тесто должно быть вот такое мягкое. Сейчас, чтобы оно отлипало от рук, мы немного добавим растительного масла. Для того, чтобы удобно было перемешивать. Буквально чуть-чуть на руки. Дальше продолжаем замешивать тесто. Смазываем растительным маслом. Чашу более меньшего размера. И перекладываем тесто. Такое оно получается. На ощупь. Перекладываем сюда. И накрываем полотенцем. Оставляем на полчаса. Для того, чтобы тесто немного отдохнуло. И будем делать форму. Присыпаем немного мукой. Тесто выкладываем. Делим. На три ровных части. Таким образом делаем шарики. И дальше вот такую форму делаем. Теперь соединяем форму косички. Так. Делайте так, как вам удобно. Косичкой или кругами. Таким образом. Соединяйте хорошо. Концы. Все. Готово. Теперь перекладываем это на смазанную форму. Смазывайте только место, где будет батон. Чтобы лишние части не подгорели. Вот такой получается. Накрываем полотенцем. И оставляем около 25-30 минут. Для того, чтобы тесто немного подошло. Полчаса прошло. Так поднялось тесто. Смазываем яйцом. Аккуратно. Не сдавливаем. И присыпаем кунжутом. Это по желанию, конечно. Белым кунжутом. И немного семян льна. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов. До появления золотистого цвета. Такой воздушный, красивый, румяный батон получился. Выпекала я его около 25-30 минут. При температуре 180 градусов. До такого цвета. До полного остывания оставляем батон. И тогда только можем его разрезать. Батон немного остыл. Сейчас я разрежу его. И покажу, какой он получился внутри. Пихко режется. Не крошится. Вот. Вот такой он внутри получился. Воздушный, легкий. Очень ароматный. Сейчас попробую показать поближе. Такой пористый получился батон. И очень вкусный. Советую вам приготовить по этому рецепту. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok